Здравствуйте! В студии Алина Марчева. Время подвести итоги минувшей недели. Давайте вместе вспомним, что важного и интересного произошло за это время в регионе. Итак, в этом выпуске. Черная полоса. Муж разбился, дом сгорел. Семье из Иваново нужна наша помощь. Крыша поехала, стены дрожат, где городские власти предлагают жить обитателям аварийных домов. И трансформация, инновация, цифровизация. Все текстильные тренды на мануфактуре 4.0. Но начнем выпуск с другой темы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Комсомольского района. Он обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчина является собственником здания Фурманове, где в марте этого года обрушился козырек и часть фасада. Тогда под завалами погиб мужчина. Жуткие кадры с разбора завалов. Тогда жители Фурманова были в шоке, ведь на месте погибшего мог оказаться каждый. Тяжелый многометровый козырек из бетонных плит и кирпича рухнул как раз в тот момент, когда мужчина выходил из магазина. Это здание арендовала Высшая Лига. А вот собственником оказался уроженец Комсомольского района Александр Шершов. По версии следствия, именно он виновен в случившемся. В частности, из-за того, что обвиняемый не проводил осмотра здания, мониторинг состояния строительных конструкций и не занимался капремонтом. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет. Была ли драка между депутатом и мэром? Пока в мировом суде идет разбирательство, депутату городской думы Леониду Денисову объявили публичное порицание за нарушение депутатской этики. Решение вынесла Временная комиссия. Поводом как раз и стал тот самый скандал, разразившийся в конце октября на заседании городского клуба «Ветеран». Стороны конфликта. Депутат Леонид Денисов с одной стороны, мэр Владимир Шарыпов и руководитель аппарата администрации Олег Деканов с другой. Денисов уверяет, что просто хотел задать вопросы главе, дождавшись, когда освободится место у стола. Представители мэрии рассказывают, что депутат проигнорировал очередь пенсионеров, настойчиво лез к столу, снимая все на телефон. По итогу конфликта написано обращение в правоохранительные органы. Кроме того, по обращению председателя клуба «Ветеран» Николая Быстрова и трех депутатов Гордумы была создана Временная комиссия по депутатской этике, на которой обсудили поведение Леонида Денисова. В ходе рассмотрения материалов, поступивших во Временную комиссию Ивановской городской думы по вопросам депутатской этики, а также заслушивания заявителей, было установлено наличие нарушения правил депутатской этики депутатам Ивановской городской думы Денисовым Леонидом Александровичем. Леонид Денисов, комментируя решение, привычно снимал все на телефон. Он считает, что тогда именно на него было совершено нападение. Безусловно, до конца этой недели будут поданы исковые заявления обжалования решения комиссии по депутатской этике и будут поданы исковые заявления по обжалованию решений Ивановской городской думы. Слово у депутатов попросил и председатель Совета ветеранов Николай Быстров. Он просто-напросто прошел, сдвинул, до убавых там три креста стоял. Без очереди, там очередь стояла главе города, между прочим, работе этого вопроса. Сдвинул. Вот так, как сейчас он сидит, он с телефонами меня снимается. Вот так сунул телефон главе города, вот так, грубо и так далее, так далее, начал разговаривать. Очередную серию скандала разгореться не дали. За публичное порицание проголосовали все, кроме Леонида Денисова. Точку, возможно, поставят решение правоохранителей по жалобам депутата и мэра. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Тем временем в Иванове признаны аварийными 63 многоквартирных дома, и в них живут люди. Им до момента расселения администрация предоставляет временные меры поддержки. Помещение или компенсацию за съем квартиры. Отметим, Иваново – единственный муниципалитет в области, который выделяет на это средства из городского бюджета. Расселять аварийные дома город вынужден тоже за свой счет. Ни федеральных, ни областных денег на это не поступает. Мы находимся по адресу Ясная Поляна, дом 9. Это двухэтажки 100 лет. Она была построена в 1927 году. В декабре 2018-го ее признали аварийной. Здесь 8 квартир. Ирина Николаевна одна из старожил дома. Живет тут с 75-го года. По срокам он, конечно, аварийный. Там перекрытия всякие гнилые, и червячок какой-то, там жучок съеденный, вот эти перекрытия. В подъезде стена ввячивается уже. Конечно, он старый дом. Но жить-то можно. Здесь показывают хуже дома. Люди живут. У нас ничего нигде не рушится, не усыпается. Потолки, там крыша. Нет, у меня все сделано. На крыше я не была, но крыша не протекает. Чиновники рассказывают, очень часто жильцы пытаются опровергнуть аварийный статус своего дома. Здесь точно такая же ситуация. Причины называют разные. Трудно расстаться с местом, где прожил всю жизнь. Неохота кочевать по съемным квартирам, перевозить имущество. Не устраивают условия переезда, предлагаемые администрацией. Поэтому решают оставаться и латать свое жилье, пусть и опасное. Не то, что не хотим расселяться. Мы не хотим выезжать до сноса дома. До срока. Нам установили срок в 27-м году, в июне месяце. Переселение. Администрация нам такие письма дала. Рассмотрим вопрос масштабнее. Сейчас в Иванове признаны аварийными и подлежащими расселению 63 многоквартирных дома. Расселением занимается администрация города Иваново исключительно за средства городского бюджета. За последние пять лет уже было расселено порядка 22 многоквартирных домов. Это более 500 жителей. В среднем мы расселяем 3-4 дома в год. Повторюсь, за средства исключительно городского бюджета. Этих средств недостаточно, чтобы оперативно в кратчайшие сроки эти дома расселять. До момента расселения для жильцов действуют временные меры поддержки. Отметим, Иваново – единственный муниципалитет в области, где они есть. Первая мера поддержки – это предоставление жилых помещений под договоры коммерческого найма. Чаще всего это жилые помещения с ограниченным уровнем благоустройства. Это комната в коммунальных квартирах, либо в общежитиях. Вторая мера поддержки – это предоставление денежной компенсации за аренду жилья на рынке недвижимости. Еще раз о второй мере поддержки. Граждане самостоятельно находят и снимают квартиру. А администрация города ежемесячно будет выплачивать компенсацию за аренду. Ее предельный размер утвержден Ивановской городской думой. Компенсация за однокомнатную квартиру предоставляется в размере 8600 рублей. За двухкомнатную – порядка 12 тысяч, за трех – порядка 15. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, жильцу аварийного дома нужно собрать пакет документов. Самое главное – договор аренды и технический паспорт помещения. Затем на место выйдет комиссия, которая сопоставит, сколько комнат по техпаспорту и сколько по факту, чтобы сумма компенсации соответствовала реалиям и не было злоупотребления. К примеру, если вы проживаете в однокомнатной квартире, а снимать решили двухкомнатную, то компенсация придет как за однушку. Такой мерой поддержки в 2023 году воспользовались 62 семьи. Из городского бюджета на это израсходовано более 6 миллионов рублей. В администрации отмечают, ежегодно чиновники проводят собрания с горожанами, проживающими в аварийных домах. Разъясняют программу расселения, ее механизмы, плюсом – меры поддержки. Потом каждого уведомляют об этом письменно. Алина Марчева, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Жители поселка Лесного Кенишемского района тоже жалуются на «Барс». Мол, забыты и властью коммунальщиками. В квартирах холодно, поскольку наружные теплосети плохо изолированы и топят улицу. А еще постоянно прорывают канализацию. Нашей редакцией видеообращения граждан и кадры, иллюстрирующей проблемы, представил один из депутатов Наволокского совета. Уроженец этого поселка – Денис Фомичев. Расскажем, пытался ли он сам что-то сделать, чтобы изменить ситуацию, и как проблемы ЖКХ комментирует администрация. Формально лесная часть города Наволоки, но удаленные всеми забытые, считают жители, а кто-то и вовсе говорит гетто. Пенсионерки рассказывают, в домах у них сыро и холодно, крыши текут, стены чернеют от плесени, а причина – оголенная теплотрасса. Теплотрассу укутываем сами, кто чем может. Вон тот палас вынес, то клеенкой, то чем. И это уже много-много лет, и все, ничего не уделывается. Квартиры холодно, люди вот сюда уезжают. Квартиры, кстати, пустые, вон, особенно 10-й дом, он весь пустой, дом почти. Никто здесь жить не хочет, потому что безобразие целое. Говорили, говорили насчет отопления, чтобы сделали его, а его никто не хочет здесь делать. Куда только не обращались, в том числе и к депутату Фомичеву, который сам отсюда родом, проблемы знает не понаслышке. Это коммуникации советских времен. И тепловые, и водо- и канализационные. Канализация. Потому что течет, пахнет. Ну вот они в этот раз пробили, после звонка в Роспотребнадзор моего. Дальше, ну канализация вообще не работает практически. Дома разрушаются, крыши текут. Ну я понимаю, что это капитальный ремонт, но текущий ремонт тоже не делается очень, ну плохо. Потом и, конечно, вот теплотрасса. Людей интересует участие в теплотрассе, когда зима начинается. Холодно. Фомичев говорит, что неоднократно просил руководство управляющей компании МУП «Наволоки» обновить изоляцию теплосетей. Написал в прокуратуру. Правда, в жалобе указал лишь один участок – от котельной до 11-го дома. По предписанию надзорного органа, эти несколько метров коммунальщики перекрыли свежим изоляционным материалом. Наша редакция обратилась в администрацию Наволок, чтобы узнать о перспективах ремонта или замены инженерных коммуникаций в лесном. Ранее все они и даже земля, на которой стоят дома, принадлежали Минобороны. Воинской части тут давно нет. Несколько лет город занимался оформлением объектов инфраструктуры в собственность. Только в феврале вода и канализационные сети были поставлены на баланс МУПа. А с января, сообщает администрация, гарантирующим поставщиком станет водоканал. Ему и планируют передать их в пользование. Что касается изоляции тепловых труб, заменить надо 700 метров. На это требуется около полумиллиона рублей. При этом оголенные участки, говорят в администрации, были утеплены. Татьяна Прокопенко, телекомпания «Барс». После рекламы вас ждет зеленый скандал, современные текстильные тренды и трагическая череда событий одной отдельно взятой семьи. Вернемся в студию совсем скоро. На санаторной улице в Иванове сгорел двухэтажный дом. Никто не погиб, но хозяйка и ее дочь остались без крова и каких-либо вещей. А буквально два месяца назад глава семьи насмерть разбился в страшной аварии на улице Куконковых. Сейчас погорельцы могут рассчитывать лишь на помощь неравнодушных ивановцев. Я теперь одна осталась. Я в беде прямо. Я всегда была сильной. Я сейчас не знаю. Помогите, пожалуйста. Кто как может, помогите. Шесть лет назад Наталья вместе с мужем и двумя дочками купили на 9-й санаторной улице деревянный частный дом. Муж-строитель своими руками отремонтировал жилище от потолка до пола. Возвел второй этаж. Разбили огород, завели кур. Утром в воскресенье мама и младшая дочка 13 лет проснулись от запаха дыма. Смотрю, на кухне горит уже кресло кожаное. Я попыталась его тушить, но огонь перестал на стены переходить и наверх пошел. Спасти не успели ничего. Техника, мебель, одежда, деньги, документы. Сгорело все. Драгоценные минуты семья потратила, чтобы вывести из огня домашних питомцев. Сначала четырех бездомных собак. Их Наталья приютила и пустила погреться в пристройку. Очень долго искали в дыму кота. Мы искали кота. Наверное, мы глупые. Но мы искали кота. Нам пожарники сказали, что же вы документы не взяли. Мы думали, он где-то спрятался. Наталья вспоминает, дом вспыхнул за минуту. Пожарные приехали быстро, через шесть минут после звонка. Но к тому времени от дома остались только обгоревшие доски и кирпичи. При службе МЧС уточняют, быстрому распространению огня способствовало позднее сообщение возгорания. Не был указан точный адрес. Очевидцы, которые первыми и позвонили в МЧС, заметили дым с другой улицы. Причина возгорания еще не установлена. Наталья и сама не знает, на что думать. Проводка новая. Плита и газовый котел располагались совершенно в другой части комнаты. Наталья говорит, был бы муж, не просила бы о помощи. Он бы все отстроил заново. Но два месяца назад его не стало. Он погиб в страшной аварии 9 сентября на улице Куконковых. Тогда легковой автомобиль на большой скорости влетел в пятиэтажку. В машине было пятеро. Погиб водитель и три пассажира. Среди них и муж Натальи – Алексей. Машина сбой дала, и они врезались в стену на огромной скорости. На черепе тига. Он был пассажиром, все погибли четверо. Один только остался жив у нас мальчика Паша. Он сейчас дома уже. Он рассказал, что он не мог ничего сделать, там что-то случилось. Он был какой-то в электронике, пожалуй. Да, у него она набрала скорость моментально, быстро, и не слушала ничего, никаких команд. Вот, и вот, если бы муж был жив, он бы отстроил опять все. У него руки были золотые. Он очень, он все умел меня делать. Абсолютно все сам делал. Вот, а теперь, я теперь не знаю, что делать. Наталья с мужем прожили вместе 30 лет. Говорит, никогда не ругались, на все зарабатывали честно и своим умом. Мечтали о внуках и даже уже начали готовить для них комнатку. Дом был застрахован до сентября этого года. Тогда же Алексей не стало. Продлить страховку Наталья не успела. Она работает риэлтором. Говорит, может заработать на ипотеку, но нужен первоначальный взнос. Его нет. Единственные накопленные деньги – 150 тысяч – женщина потратила на похороны мужа. У него были золотые руки, золотое сердце. Он был очень добрый человек. Мы с ним познакомились аж в 92-м году. Ему было 14, мне 15 лет. И вот с тех пор мы все вместе. То есть вообще жизни не представляла без него. Я-то, конечно, ругачья, а он не реагировал. Он все время подождет, скажет, мать, успокоилась. Я говорю, успокоилась. И все, вот это все его слова. То есть, чтобы я себя не вела, он всегда терпел меня, успокаивал меня, поддерживал меня всегда. Одежда Натальи и ее дочке Варе сейчас не нужна. Близкие уже собрали все необходимое. Требуется финансовая помощь, любая удобная сумма. Средства на самое необходимое можно перечислить по номеру телефона, который вы видите на экране. Он привязан к карте Сбербанка или воспользуйтесь QR-кодом. Я хочу попросить у людей помощи, чтобы или купить квартиру, или построить этот дом. Я хочу сюда. Я хочу вернуться сюда. Я хочу домой. Простите. Алина Марычева, Максим Шишкин, телекомпания БАРС. На другим темам. Скандал не утихает на Ремизной улице. Местные жители не хотят, чтобы вместо деревьев у них под окнами были парковки для машин. Они даже обратились в природоохранную прокуратуру. Любопытно, что эти парковочные площадки относятся к дому, который находится в нескольких сотнях метров и на другой улице. Все подробности в нашем материале. Парковочные места на небольшой аллее по Ремизной улице начали обустраивать еще в конце октября. Местные активисты возмутились. Они давно борются за сохранение своей зеленой зоны. Не один год гоняли нарушители, которые ставили автомобили на газон. Добились того, что муниципальный контроль стал привлекать тех, кто паркуется в неположенных местах. Главное, что мы хотим сказать, нам, конечно, жителям нужна парковка, но не за счет зеленой зоны, не за счет нашей аллеи. И мы, наконец, полгода жили как люди. То есть наши водители, кого штрафовали, поняли, с кем-то мы переговорили. И у нас сначала расти трава. И администрация города знала, что эта аллея важна. И в итоге такой удар в спину подписывает такое разрешение на такую вот парковку впритык к деревьям. На другой улице в нескольких сотнях метрах от аллеи строится многоэтажка. По закону застройщик обязан обеспечить будущих жителей определенным количеством парковочных мест. Располагаться они могут не только вблизи новостройки. В любом подходящем месте в радиусе 800 метров. Вот эту муниципальную землю на Ремизной улице в мэрии с очки подходящей, когда к ним за разрешением обратился специализированный застройщик Парус. В рамках рассмотрения пакета документов, поступившего в администрацию, замечаний со стороны структурных подразделений администрации города Иваново выявлено не было. Оснований для отказа от предоставления муниципальной услуги отсутствовали. Местные жители уверены, что парковка здесь губительна для зеленой зоны и нарушает их права на благоприятную окружающую среду. Мы боимся, что погибнут деревья, высохнут и их все срубят. Корневая система под слоем асфальта не развивается, деревья высокие. И, конечно, нет приствольного круга. Прямо впритык делается парковка. Активистки обратились в природоохранную прокуратуру. Вместе с правоохранителем на место выезжал и эколог-дендролог. Проверка еще не завершена. В природоохранной прокуратуре ждут заключения специалисты и ответа администрации. При этом жители Ремизны представили фотодоказательство, что подрядчик спилил несколько порослевых побегов. Однако, поясняет мэрия, самосевные побеги не относятся к зеленым насаждениям, за уничтожение которых можно требовать возмещения вреда. Татьяна Прокопенко, Денис Луньков, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Главное событие не только для всех текстильщиков региона, но и для текстильной отрасли страны. В Иванове стартовал всероссийский форум легкой промышленности «Мануфактура 4.0». Форум традиционно проводится для подведения итогов работы, обсуждения ключевых вопросов, проблем и совместного поиска решений. Мероприятие 22 ноября переместится в столицу. Итак, кто приехал на «Мануфактуру», что обсуждали в этот раз и как себя чувствует легкая промышленность в наше непростое время. В Иванове проходит всероссийский форум легкой промышленности «Мануфактура 4.0». В одном месте собрались представители власти и бизнеса, чтобы обсудить проблемы отрасли, пути, решения, а также главный вопрос замещения зарубежных брендов. Подано около 500 заявок, до старта остаются считанные минуты. Пока участники собирались, модератор форума, телеведущий Анатолий Кузичев рассказывал анекдот, как известный российский сыровар планировал создать из пармезана памятник бараке Обаме. Со словами «Не было бы барака, санкции, где были бы русские сыровары». Эта мысль уже без шуток была ключевой на форуме, открыл его губернатор Станислав Искресенский, поприветствовал гостей в столице легкой промышленности. На предприятиях Ивановской области выпускается 94% всей российской медицинской марли, более 80% хлопчатой бумажной ткани, 80% постельного белья и практически 70% трикотажного полотна, но и чуть более половины всей спецодежды. В отрасли у нас работает почти половина занятых в обрабатывающих производствах региона, а 12 наших производителей входят в федеральный список системообразующих предприятий. Губернатор отметил, за 9 месяцев этого года предприятия области на двух крупнейших маркетплейсах продали продукции на 75 миллиардов рублей, заняв третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Объем отгруженной продукции вырос на 17%. Глава региона добавил, роль сыграли меры поддержки, принятые в 2020 году после совещания по легкой промышленности, которое проводил президент. Тогда было именно принято решение по поводу введения специальной меры поддержки, единовременная скидка в размере 50% цены приобретения оборудования через лизинговые схемы. Вот у нас такой мерой воспользовалось 20 предприятий. Общий объем поддержки составил 2,3 миллиарда рублей. Это привело к дополнительным инвестициям в размере 10 миллиардов рублей. Создалось свыше тысячи высокопроизводительных рабочих мест. То есть эта мера вполне себя оправдала. Олег Евгеньевич, пользуясь случаем, мы с вами сейчас это обсуждали, я прошу Минпром России принять решение о продлении этой меры, потому что она действительно со временем доказала свою эффективность. Замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров в свою очередь поблагодарил Ивановскую область за активное включение с первых дней выполнения гособоронзаказа. Помните, да, эфир разрывало к ноябрю месяцу от того, что вот там обувь протекает, одежды нет, огромное количество страдающих журнаматерий, там, фондов заказывали, спальные мешки, вкладыши и все остальное. Не привык кланяться, но слишком пафосно. Вот от души низкий поклон Ивановской области, я тогда вас похвалил, более 500 предприятий включились в эту работу. И, как вы помните, с марта месяца вообще ни одного слова, все в порядке. А при этом промышленность выросла в сотню раз. Спасибо вам огромное. Олег Бочаров добавил, сегодня к гособоронзаказу подключились малые и средние предприятия отрасли. Между тем, напомнил чиновник, бизнесмены жаловались, им трудно зайти в рынок, который насыщен конкурентными товарами из Турции, Казахстана, Узбекистана, Китая. Сейчас, по мнению Олега Бочарова, открывается окно возможностей. В России из-за сезонности жители часто переодеваются. Отечественным, прежде всего, ивановским производителям легче одеть людей. Нация осталась переодевающейся. Не успевают со всеми скидками, со всем демпингом, не успевают коллеги из зарубежья, высасывающие наш рынок, подвозить свой товар. Поэтому 2024 год я предвижу, как некий ренессанс легкой промышленности. И те предприниматели, которые сориентируются и поймут вот этот логистический рычаг, потому что деньги стоят деньги. Если я могу за день довезти куда-то товар, то у меня точно есть минимум 50 максимум дней конкурентного преимущества. Ренессансы производители ждут. Работать готовы внедряют инновации, новое оборудование, линейки продукции. Яркий пример – предприятие «Фотопринт Иваново». Его сразу после форума посетили Олег Бочаров и Станислав Искресенский. Первая в стране компания, создавшая полный цикл производства мембранных многослойных тканей. Этой осенью был подписан трехсторонний инвестиционный контракт предприятия, Минпромторга и правительства региона. Бизнесмен Анатолий Кутников называет его уникальной возможностью для предприятия, поскольку соглашение включает несколько мер поддержки. Один из основных – это экономия налога на прибыль, которая будет также направлена на реализацию развития нашего предприятия, строительство новых производственных площадей, запуск новых производственных участков, связанных именно с производством мембранных материалов. Проблемы – вот что также обсуждали на форуме. Одна из главных – кадры. При поддержке определенных государств, которые, безусловно, существуют, проблем с тем, чтобы поменять, модернизировать парк оборудования, нет. А вот кто будет на нем работать и где расширить количество людей, персонал не только рабочего, но и технического – вот это, наверное, одна из основных проблем, которые существуют на сегодняшний день. Зарплата – это зависит, в общем-то, от работодателя, поэтому работодатели готовы платить, готовы предоставлять любые условия для того, чтобы были работники. Но просто нет самих людей. Их не хватает для того, чтобы работать. С так называемым «человеческим голодом» борются в Ивановском политехе, как центре компетенции текстильной и легкой промышленности России. Например, обучают студентов, работников швейных предприятий на автоматическом раскроенном комплексе или шаблонных машинах, которые в режиме 24 на 7 воспроизводят операции без влияния человека. Как раз такие технологии должны сегодня прийти в образовательные учреждения всей страны, для того, чтобы нам уменьшить долю ручного труда в этой отрасли, но с другой стороны, чтобы в эту отрасль пришли компетентные специалисты, готовые работать с таким сверхновым оборудованием. А люди совсем без работы не останутся с такими технологиями? Это некий фейк, который распространяется периодически. Нужно просто глубоко погрузиться даже в историю смены технологических укладов. Все равно человек нуждается в том числе в неком рутинном труде, но просто его квалификация должна при этом измениться. Мы должны меньше напрягаться физически, больше думать мозгами. В ходе пленарной сессии состоялась дискуссия об инвестициях, стратегиях развития. Легпром рассматривали как дерево, крона – это продукция, корни – сырьевая база, которую нужно наращивать. Станислав Искресенский вмешался, предложил в следующий раз для наглядности делать презентации не в тоннах, а в рублях. Учитывать прежде всего доходность граждан, среднюю зарплату. Мне кажется, не надо заниматься всем. Надо проанализировать. Мы ради чего с вами работаем? Чтобы доходы людей повышались. Ресурс все-таки ограничен. Невозможно будет проинвестировать во все сразу. Как вы говорите, от корней до листвы. Надо понять, что нам самое главное с вами. Нам самое главное с вами быть в тех переделах, где высокая доходность, высокие зарплаты, высокие технологии, где сливки снимаются. А мы это 30 лет с вами все отправляли туда. Сейчас есть шансы исторически воспользоваться и как раз сливки эти снимать на благо процветания нашей страны. Вот это надо посчитать все. Поддержала главу региона и представитель Сбербанка Алла Сбитнева. Она отметила, сейчас легкая промышленность находится в ножницах. С одной стороны, возможность для развития импортозамещения. С другой, недостаточно активное инвестирование в производство. Призвала бизнес привлекать заемные средства, пообещав низкую ставку для инвестиций в легкую промышленность. Дарья Костина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». На этом все. Следующие итоги подведем в следующую субботу. Предлагайте нам свои темы, рассказывайте о проблемах, записывайте видео и присылайте на «Барс» в любом мессенджере. Смотрите наши новости на сайте Иванова Ньюс, а еще подписывайтесь на наши аккаунты в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. Я вам желаю удачи и прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова